Друзья, привет! Составление меню на новогоднюю ночь дело хлопотное, хоть и приятное. Хозяйки уже ломают голову, как приготовить что-то оригинальное. Я сегодня приготовлю салаты, закуски, вкусную утку без заморочек и, конечно же, волшебный десерт. С него и начнем. В чашу блендера отправляю 5 средних яиц, 125 грамм сахара и 1 чайную ложку ванильного экстракта. Щепотку соли и начинаю взбивать с небольшой скорости, постепенно увеличивая. Кстати, я сегодня готовлю с помощью планетарного миксера от фирмы Starwind SPM8183. Если у вас нет такого миксера, взбейте отдельно желтки и белки. Ну а я взбиваю все сразу. Так как миксер очень мощный и имеет 6 скоростей, большую чашу объемом 7 литров и позволяет приготовить огромную порцию теста. В комплект входит специальная пластиковая защита для чаши, насадки для теста. Все погружные элементы и сама емкость выполнены из нержавеющей стали. К этому времени мои белки уже взбились. Постепенно просеиваю муку. Муки мне понадобится 120 грамм. Перемешиваю аккуратно лопаткой движениями снизу вверх. И затем выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки. Бумага у меня просиликоненная. Отправляю в предварительно разогретую духовку на средний уровень на температуру 180 градусов примерно на 15 минут. Бисквит готов. Даю ему минут 5 остыть и отделяю от бумаги. Посыпаю сахарной пудрой с обеих сторон. Бисквит выкладываю на полотенце и сворачиваю в рулет. Отставляю его в сторону, а пока займусь кремом. В чашу отправляю сыр маскарпоне. Подойдет любой сливочный сыр 250 грамм. Затем 60 грамм сахарной пудры, цедру одного апельсина и сок половины этого же апельсина. Добавляю чайную ложку ванильного экстракта. Перемешаю на небольшой скорости миксера, а затем добавляю 300 миллилитров сливок. И уже взбиваю крем, начиная также с небольшой скорости, где-то минуты 4 или 5. Вот такой густой крем у меня получился. Разворачиваю уже остывший рулет и смазываю джемом. У меня было 100 грамм джема из голубики. Можно взять любой джем или варенье, или конфитюр и смазываю. Не полностью пласт, смазываю только сверху. Затем выкладываю крем. Крема выкладываю ровно половину и сворачиваю в рулет. Рулет обматываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Теперь 100 грамм шоколада. У меня темный шоколад. И где-то грамм 30 сливок. Растапливаю импульсами в микроволновой печи и вот так вот размешиваю, чтобы шоколад растворился. Дала шоколаду немного остыть при комнатной температуре и теперь добавляю его в оставшийся крем. Все хорошо перемешаю с помощью лопатки. Перекладываю в чашу и отправляю в холодильник. И крему и рулету понадобится простоять в холодильнике где-то около двух часов. Можно и больше, конечно. Рулет достаю, разворачиваю от пищевой пленки и обрезаю края. Это будет полено. Вместе с тыков прохожусь шоколадно-воздушным кремом и приделываю сучки к полену. И также все сверху обмазываю этим кремом. Дополнительно рельеф подчеркиваю с помощью вилки. Украшаю веточками розмарина, немного нарезанными и обжаренными грецкими орехами, миндалем и сверху подсыпаю сахарной пудрой. Кстати, вместо сахарной пудры можно взять и какао-порошок. Это нужно, чтобы подчеркнуть этот рельеф полена. Вот и все. Очень вкусный, воздушный, шоколадный бисквит готов. Приготовьте обязательно такой десерт. Я уверена, вам очень он понравится. Ну а мы дальше приготовим очень вкусную утку без заморочек. Беру утку, я ее уже промыла, обсушила, обрезала все ненужное. Теперь обильно посыпаю ее солью. И любыми специями, которые вам больше нравятся. У меня это смесь перцев. Далее хорошо промазываю. Мне понадобилось 2 столовые ложки горчицы. Промазываю везде, со всех сторон и внутри. Утку отправляю в пакет для запекания. Делаю дырочку. И оставляю ее в холодильнике примерно на сутки. Спустя это время отправляю в духовку на температуру 190 градусов на 2 часа. Утка готова. Посмотрите, какая она румяная получилась. Без всяких заморочек. Вкусная, сочная и очень-очень мягкая. Эта утка просто тает во рту. Приготовьте, попробуйте. Такая утка никого не оставит равнодушным. И готовится она совсем не сложно. Дальше приготовлю киш с шампиньонами. 225 грамм муки отправляю в чашу блендера. Сюда отправляю 120 грамм замороженного с морозилки сливочного масла. Я его сразу порезала на кусочки. Если у вас нет блендера, просто натрите масло на терке, окуная его в муку. Теперь это все перемешиваю. 70 грамм холодной ледяной воды, пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки соли. И эту воду вливаю в муку со сливочным маслом. Опять включаю блендер и все хорошо перемешиваю. Тесто готово. Заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник. А пока займусь начинкой. Нарежу 250 грамм шампиньонов, 1 луковицу, на разогретую сковороду с растительным маслом отправляю шампиньоны и лук. Обжариваю до готовности. Добавляю пол чайной ложки соли. А пока грибы обжариваются, достаю тесто из холодильника и раскатываю в тонкий пласт. Выпекать я буду вот в такой форме. Дно формы я застелила бумагой для выпечки. Выкладываю тесто и обрезаю края. Дно накалываю с помощью вилки, чтобы оно не вздулось. Сюда выкладываю бумагу для выпечки и высыпаем любую крупу. У меня это горох. Это нужно для того, чтобы тесто не поднялось и не вздулось. Отправляю в духовку на температуру 180-190 градусов примерно на 20 минут. Теперь приготовлю заливку. 4 яйца. У меня крупные яйца. И 300 грамм сметаны. Можно взять, кстати, сливки 20-33%. Все перемешиваю и не забываем подсолить. В остывшие грибы добавляю 100 грамм сыра. Сыр берите любой, который хорошо плавится. Начинка готова. Грибы выкладываю в уже готовую основу. Поливаю заливкой. И сверху еще где-то 50 грамм сыра посыпаю киш. Отправляю в духовку на температуру 180 градусов примерно на 30-40 минут. Спустя это время вот такой пышный и очень вкусный и ароматный пирог готов. Пирог можно подавать прямо так в такой форме, а можно извлечь из формы. Теперь приготовим очень вкусную хрустящую закуску. Для нее мне понадобится 200 грамм отварного куриного филе. Нарезаю его как можно мельче. Филе отправляю в чашу. Сюда же отправляю 200 грамм любого сливочного сыра. Маскарпоне или творожного сыра. Добавляю 200 грамм сыра обычного твердого, который я уже измельчила. И небольшой пучок петрушки. Также я его уже нарезала. Добавляю пол чайной ложки соли. И смеси перцев. Все хорошо перемешиваю. Емкость я застелила пищевой пленкой. Все сюда выкладываю. И отправляю в морозилку на 2 часа. Нужно именно выдержать 2 часа. У меня прошло чуть меньше. Но все равно я нарезаю. С этого теста, кстати, можно сделать и шарики. Нарезаю на такие палочки. Обмакиваю в муке, затем в яйце, а затем в панировочных сухарях. Палочки готовы. Теперь на разогретом растительном масле обжариваю палочки с обеих сторон. Как только они подрумянились, выкладываю на бумажное полотенце. И все готово. Выкладываю на блюдо. И посмотрите, какие вкусные, сочные они внутри получились. Очень вкусный сыр, который тянется, но при этом очень сытная начинка. А корочка хрустящая. Далее будем готовить очень вкусный мужской салат. Мне понадобится 1 красная луковица. Мелко нарезаю ее. Добавляю пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара. И 3 столовые ложки яблочного уксуса. Все перемешаю и отставлю, пока лук нам не понадобится. 100 грамм грецких орехов я уже заранее обжарила и очистила. Теперь их нужно мелко нарубить. Орехи готовы. Натираю 100 грамм сыра на крупной терке. 4 отварных куриных яйца также натираю на терке. Нарезаю буженину. Я буженину купила готовую в магазине. Очень вкусную, сочную. Салат буду выкладывать в кольцо. И нижним слоем выкладываю нарезанную буженину. Далее выкладываю лук. Смазываю майонезом. Затем выкладываю яйца. Яйца по желанию можно немножечко подсолить. И смазываю майонезом. Затем выкладываю сыр. Сыр также смазываю майонезом. И заключительный верхний слой – это грецкие орехи. Выкладываю орехи. Снимаю кольцо и украшаю сверху целеньким орешком. Вот такой очень вкусный, оригинальный мужской салат получился. Приготовьте, попробуйте. Этот салат никого не оставит равнодушным. Дальше будем готовить легкий салат с рыбой. Слабосоленый лосось мелко нарезаю. Затем нарезаю свежий огурец небольшой. И одно среднее авокадо. Нарезаю 2-3 маленьких помидорчика. Вот такими дольками. Теперь на блюдо выкладываю микс салатов. Выкладываю слабосоленый лосось. Затем авокадо, огурцы и помидоры. Поливаю соком половины лимона. И перед самой подачей можно немного подсолить. Поливаю оливковым маслом. И посыпаю обжаренным кунжутом. Приготовьте салат очень вкусный, легкий и как раз подойдет для новогодней ночи. А далее будем готовить очень вкусный, изысканный салат из обычной свеклы. Свеклу я предварительно запекла в течение одного часа в духовке в фольге. Очистила, промыла ее и теперь нарезаю вот такими тонкими слайсами. Затем мне понадобится вот такой сыр бри с плесенью. Хотя можно взять абсолютно любой сыр, который вам больше всего нравится, с ярким вкусом. Беру штучек 10 орешков миндаля обжаренного и также нарезаю его. Свеклу я выложила на блюдо. Немного подсолю. Полью лимонным соком. Оливковым маслом. И капну где-то пол чайной ложки бальзамического соуса. Сверху выкладываю сыр. Нарубленный обжаренный миндаль. И украшаю свежей мятой. Далее мне понадобится зерна граната. Вместо граната можно взять абсолютно любые кислые ягоды. Например, клюкву или малину. Но я беру по сезону. То, что подходит, это сейчас гранат. Салат готов. Вкусно, просто и очень изысканно. Ну вот и все. Мой новогодний стол готов. Я надеюсь, вам понравились эти рецепты. И вы что-нибудь возьмете для себя. Я очень для вас старалась. Приготовила много вкусных и простых в приготовлении блюд. Надеюсь, вы оцените по достоинству. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok